всем здрасте так я тут все прибрала все выставила дружок гавкает сходила к свекрови отнесла и плов отнесла вещей отнесла чечевицы женька привозил килограмм пять где-то там они возили и вот чечевицу она там с овцом была семечками юль перебрала для бабушки и отправила я я тащила но сейчас пойду дробить дробить надо корм сожрали уже кушать хочет вечернюю так что мои стоят вот смотрите почистилась и убрала порядок навела теперь жду мороза можно было укрыть конечно шнарки не очень так вот здесь мне хорошие тут получше но не знаю не знаю получится купим новое не получится пойдут эти вот так теперь сегодня выглядит массе мой там шастой проверяет и вот теперь смотрите чистенько все прибрала все поставила кадушку это перевернула аккуратно поставила тут все почистила убрала анти кусты горы они весь вид портят в общем замела тут все все чисто теперь у меня здесь люблю порядок чтобы придешь наш глаз радует сайт когда тот захламлено все валяется вот пошел профессор мы так что одна вот арочка осталась или палка вернее стеклоарматура как правильно сказали мне от этого такой бы щуп надо но не знаю не знаю привезти некому женька вроде бы рейс там уже собирается так что не знаю там я поставила который у меня старенькие но они такие хлипкие сюда еще надо будет доски положить наверх очень не все доски а потом буду укрывать укрывным ну а теперь пойду пойду дробить надо и дружка кормить а то он там гал-гал дает дрозда тут тоже все замела уже вот листья летят поэтому мити не мити сейчас выйдешь за угол тут ветрище будет ну не очень так сильно дует дует тачка еще у меня стоит сейчас буду дробить заодно отвезу те открыла не шастают сюда вот бросил эти кусты может пригодятся а может и нет надо будет вынести вообще еще разочек вот так так вот эту тачку сейчас я отволоку сначала настрою свою дробилочку а потом уже займусь тут делами дружка покормлю дружок ест но я уж пойду свой кабинет буду сейчас мешок подвязывать а то он у меня все валяется сейчас подвяжу и завожу тарахтелку надо будет надробить пусто нет кормов только одно зерно едят они зерно но плохо дроблены едят лучше поэтому хочешь не хочешь а приходится дробить уже сумерки почти а я все хожу дроблю но отмучилась наконец-то вот моя работа все теперь хватит ну больше десяти дней сюда не будут заглядывать сейчас загоняю свою птицу снимаю себя все кидаю стирку да дружок и все давай заходи хватить зевать зевает стоит спать что собрался вперед и кот пошел сейчас надо затурить там осталось единичные выгуливается корм насыпан у них тут завалом они уже поклевали нагулялись пока тут я дробила два штуки самые деловые да пойдемте все заходим домой а то сейчас получится не по хвостам так пошли коза ветер ветер какой ветер дует четко дует нам давайте пойдем пошли 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 на тут и лейка стоит воду таскала все подряд с ними тут пойдемте пойдемте все 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 заходим зашли молодцы ну вот у меня утро вас быстро пробежала а я еще ночь проспала чувствую себя лучше 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 на этом больше не будем зацикливаться я тут вчера достала карпика хочу пожарить конечно это много ну отнесу опять бабушки и я это рыбка она такая что может и день два приезжать также мне тут два куска соли засолила прям вот пакет обсыпала солью дни пять постоял в холодильнике сейчас начистила прям тут стоит чище чеснок промолола перчик обмажу все это дело ну что ж хочу еще там банком помыла сегодня схожу за молоком отнесу баночку чуть хочется блинчиков на печь но это в другом видео будет а пока вот сейчас пожарим рыбку с вами засолим сало вроде бы день хороший по телефону стоял прогноз прям на завтра на послезавтра стоит дождь даже в ноутбуке мне написано было что сильный дождь будет но пока солнышко пока солнышко хорошо тепло ноябрь а у нас тепло обычно уже какая-то погода него чуть-чуть климат совсем поменялся в мае мы замерзаем в ноябре у нас тут понимаешь осень один-два мороза пройдут супер и портит опять тепло у нас снег два раза выпадал и опять тепло ну ладно говорю пусть стоит тепло еще успеем наморозимся баночку я помыла на тут перевернут у меня стоит на чтобы она подсушилась немножко сейчас я уберу в сторонку чтобы она тут мне не мешала и будем жарить рыбку сковорода полная всяких знаешь какую скоро меня чистая так чуть-чуть и братом и можно будет масло наливать получили масло или получал это уже правда давно получили мы только 4 бутылки у нас 2 пая дается 10 литров на пае кто-то там что-то написал уже цвет поменялся вот и 10 килограмм муки дается на пае тоже получили все стоит а вот это я брала 140 кажется да вот тут напротив магазин 140 туда же и литра нету чуть масло такой дорогущий там стало а что сейчас дешево все чуть дорогое и что-то все растет и растет и растет падает только ни зарплата не пенсии растут а так все подымается подымается как буду жарить наверно все-таки фукурузном муке ну что ты будешь делать тут свет играет и все телефона чё ему надо то ярче то нормально бесит очки что-то девала даже не знаю какой цели чеснок очистила начистил чеснок сейчас надо будет прибрать ну сало так и два кусочка хватит пока сало ешьте в зиму самое хорошо сальца я вчера со щами кусочек не бы там я даже остался сало со щами вчера ел опять свет опять свет ох ты буквально столичка съел 4 штучки а еще мне осталось я хотел надо наверно целлофанчиком укрыть а то засохнет я была права подсохла надо прикрывать ну ничего так наливаем масло и кукурузную муку достану сейчас люблю рыбу люблю я с кем же мы разговаривали а стане разговаривали наверно да муж у меня не любит который приезжал ко мне карпа а я вот посмотрел на тебя купила тоже себе 10 килограмм и вот он любит карася а верну карася костлявый а этот чересчур сладкие да карп сладкий ну вы мне больше нравится как вот он жирный и много не съешь два-три кусочек и все а карась он там он никакой пустой конечно если такой карасик то хороший а мы лавинт вот такие вот маленькие ну с ладошку там говорят ни кости там есть там ничего а уж карпик там хороший сайт в нем и шкурочка такая же вмешат голос не как все и спала уже более-менее ну подкашливая но ничего это прямо твердер ерунда все я же не в хорошую сторону иду об лучше так что все пучком так где мне тут пойду сейчас за мукой где-то до меня на лежит моя рука а тут сейчас сейчас подсыплю и будем с вами жарить даже карпа все жарим по-разному любую рыбу ну я ничего не буду мне там писали с лучком но не могу я вот привыкла так вот я мои родители так вот жарили мама я так как себе можно уже по-другому перри строить не знаю вот она машинально руки идут и делать так как вот ты делала всегда поэтому рад бы но не получается вот так вот проще покидал ее все равно вкусные без лука даже поэтому девчонки все мы готовим по-разному я так вы по-другому никому не навязывай свое тот захочет попробовать там был комментарий сегодня прочитала окрошку никак не найдут вы рецепт окрошки да и раз показала как-то можно сказать многие раскритиковали ну правда давно я показывала как мы готовим окрошку просто без всяких проблем чуть масла налила маловато даже окрошку и то все делаем по-разному то на кефире то на минералке а вы вон с крана вода лимонка и майонез вкусная а уж туда добавляйте что хотите я вообще ничего не люблю добавлять это уйдет лук огурец и яйцо все жарная картошка вкусно вкусно вот и все дела так чё-то убавилось совсем то прибавишь то убавишь ну давай жарься а я пока сам всего лишь два кусочка засолила много зачем его надо вот досталось в морозилке засолилась и пар кусочков сейчас вот салата фу соль смою и все и будем перчиком и чесночком обмажем салфеточку на пищу салфетку сейчас возьмем бумажную промокнуть эту выкинем рыбку прикрываю кусочки толстые чтобы не было сырая вот хорошо сойдете пользуюсь вот этими тарелочки эти тарелочки еще от мамы остались с украины прям вот фарфоровая фабрика коростень этим тарелочкам я уже не знаю не уже почти 60 лет 70 и что-то как тут вроде бы ничего такого нет старею старею не знаю душу греет память о маме она на этом заводе работала она у меня двадцать четвертого года была родила меня почти в сорок два года чушь как она говорила они в молодости сгорели как она рассказывал дом у них сгорел игорь чушь все погорела я нищие не одеться не а вот у меня нету женихи были каких я хотела меня не брали а какие ко мне сватались я не хотела вот так вот она и дотянула она наверно за отца было вышло лет в тридцать восемь я так думаю у меня был старший братик саша заварила четыре месяца номер двухстороннего спарения легких было уже тут похороненный в общем с украины отец привез сюда у нас тут есть 9 километров от нас и уже нету эту деревне муромка и вот отец оттуда у меня и вот привез ее сюда она стоит с того климата который там на украине и здесь большая разница вот она сколько здесь прожила бит 40 лет наверно пожелать чуть побольше не нравилась ей погода наша холодно чересчур украине город зимы мягкие в осенних сапогах а тут надо и валенки и все подряд так что так вот пользуюсь ее тарелочки давно лучше у меня от нее осталось все таки родительская память квартира не осталось дома не там развалюха я как давно показывала я даже не стала приватизировать что-то приватизировать даже ту свекрови сейчас дом у меня не нужен он там тоже еле дышать наладом там все заваливается обваливается тоже не стала приватизировать хороший комприватизировать что потом продать а вот возьмешь и чем деньги в ухо еще будет стоять разваливаться дальше так мой чеснок перчик я прям баночку сюда на дороге на свеженького рыбка моя уже надо перевернуть а то ля 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 ега смотрение тени она два самая но он с обновлением удобно у нас делать переверну ее чеснок уже задавливали все обмажем вы красота прилипается пакетик завернув каждый кусочек и холодильник холодильник пакетики надо приготовить вы кончаете размотала надо покупать все новые новые берем раньше раньше стирали пакетики а сейчас лишь разбавались все новые новые и даже помню михаил задорнов говорил об этом в россии пакеты стирают давно правда было так ну все что тут осталось обмазали в мешок вот и сосала луковой шелухи не знаю опять на любителя а такого салона никогда не надоест в морозилочку бросил ее достал когда ты делал надо куда а вареный уже как-то он закоптили у нас лежит она не больно мы едим атакует быстрый расходится даже андрюшка тот сало полюбил и андрюша кушает сало это сила вот он ест сало это сила я андрюш поле чего раньше брали кусок салады к рынку молока в краюшку хлеба и вперед мужики работали а сейчас тогда время такое было особо не готовили голод был в леппе турника что был доме так что вспоминать то время у нас каждое поколение живет по-своему чуть я болтаю не понятно чего ну ладно бывает и так можно почерекать на какую-то тему все семиделка останусь без рыбы нет нормально так вот снимать ее не хочет никакой ёрзает сковородка ёрзает потому что газ есть в воде прикрываешь крышкой все равно брызгом моет газ воде рыбка жирная масло питает все равно берет себя еще чуть-чуть подольем до последнего уже ну вот моя аппетитная рыбка 2 куска сала отправлю сейчас морозилку газ я уже помыла с посудой это залила чуть-чуть откисла дружку пойдет но теперь можно позавтракать время вот сколько смотрите 20 11 за 40 минут все сделала с вами поболтала рыбки пожарила сал засорила она вернее соленый так чудо к ее но теперь сейчас буду завтракать а там возможно пойду на улицу я там еще у забора есть дело там есть сентябринки обрезать надо еще есть чего поработать так что еще встретимся с вами пока